Санкт-Петербург Все в порядке, добрался, немцы левее меня, координаты 3-10, скорее, давай встянут огня. Орудия зарядили, майор рассчитал все сам, и с ревом первые залпы ударили по горам, и снова сигнал по радио, немцы правее меня, координаты 5-10, скорее, еще огня. Да, летели земля и скалы, столбом поднимался дым, казалось, теперь оттуда никто не уйдет живым. Третий сигнал по радио, немцы вокруг меня, бейте 4-10, не жалейте огня. Майор побледнее услышал, 4-10, как раз то место, где его Ленька должен сидеть сейчас. Но не подавши виду, забыв, что он был отцом, майор продолжал командовать со спокойным лицом. Огонь! Хотели снаряды, огонь, заряжай скорее, по квадрату 4-10 било 6 батареек. Радио час молчало, потом донес сигнал. Молчало, оглушило взрывом, бейте, как я сказал, я верю, свои снаряды не могут тронуть меня. Немцы бегут, нажмите, дайте море огня. И на командном пункте, приняв последний сигнал, майор, оглохшее радио, не выдержал, закричал. Ты слышишь меня? Я верю, смертью таких не взять. Держись, мой мальчик, на свете два раза не умирать. Никто нас в жизни не может вышлить из седла. Такая уж поговорка у майора была. В атаку пошла пехота. К полуни была часа от убегавших немцев, скалистая высота. Всюду валялись трупы. Раненый, но живой, был найден в ущелье Ленька с обвязанной головой. Когда размотали повязку, что наспех он завязал, майор поглядел на Леньку и вдруг его не узнал. Был, как будто прежний, спокойный и молодой. Все те же глаза мальчишки, но только совсем седой. Он обнял майора, прежде чем в госпиталь уезжать. Держись, отец, на свете два раза не умирать. Ничто нас в жизни не может вышибить из седла. Такая уж поговорка теперь у Леньки была. Татьяна Сыровятникова, Диалог ровесниц. Я хочу до тебя-то кричаться, заглянуть ненадолго в твой век. Я прошу тебя мне отозваться, мой ровесик, войны человек. Как жилось тебе в то лихолетие, что пришлось испытать наяву? Я хочу, чтобы через столетие ты пришла бы, когда позову. Детство сломлено было, сестренка. Наступила на душу война. Я такой же была девчонкой. Среди грохота слез и одна. Ленинград выживает в блокаду. Косит море людское. Смерть! Я твердила себе. Выжить надо. Раскисать? Ни за что. Не сметь. Здесь был лагерь жестокий фашистский. Там, где смерть летела в лицо. Тлела все же в груди мои искра. Что увижу родное крыльцо? В партизанском отряде в разведку Я с подругой ходила не раз. Миссершмиты убили соседку. Слезы молча катились из глаз. Ты счастливая нынче, сестренка. Над тобой не грохочет война. Улыбайся и смейся так звонко, Чтоб навек отступила она. Улыбайся горящему солнцу И небесной родной синеве. Восхищайся всем этим до томся. И прошу, не забудь обо мне.